Часть первая Две системы. Один. Действующие лица. Воспользовавшись терминами, которые изначально предложили психологи Кейт Станович и Ричард Уэст, я буду говорить о двух системах мышления. Системе один и системе два. Система один. Срабатывает автоматически и очень быстро, не требуя или почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля. Система два. Выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений. Действия системы два часто связаны с субъективным ощущением деятельности, выбора и концентрации. Понятия системы один и системы два широко используются в психологии, но я в своей книге захожу дальше остальных. Эту книгу можно читать как психологическую драму с двумя действующими лицами. Думая о себе, мы подразумеваем систему два — сознательное, разумное я, у которого есть убеждение, которое совершает выбор и принимает решение, о чем думать и что делать. Хотя система два и считает себя главным действующим лицом, в действительности герой этой книги — автоматически реагирующая система один. Я полагаю, что она без усилий порождает впечатления и чувства, которые являются главным источником убеждений и сознательных выборов системы два. Автоматические действия системы один генерируют удивительно сложные схемы мыслей, но лишь более медленная система два может выстроить их в упорядоченную последовательность шагов. Мы будем рассматривать эти две системы как два субъекта, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, ограничениями и функциями. Вот что может сделать система один. Примеры ранжированы по возрастанию сложности. Определить, какой из двух объектов ближе. Сориентироваться в сторону источника резкого звука. Закончить фразу «хлеб с...» Изобразить гримасу отвращения при виде мерзкой картинки. Определить враждебность в голосе. Решить пример, сколько будет 2 плюс 2. Прочитать слова на больших рекламных билбордах. Везти машину по пустой дороге. Сделать сильный шахматный ход, если вы гроссмейстер. Понять простое предложение. Определить, что описание тихий и аккуратный человек, уделяющий много внимания деталям, похоже на стереотип, связанный с некой профессией. Все эти действия происходят автоматически и не требуют, или почти не требуют усилий. Возможности системы один включают в себя наши внутренние навыки, которые мы разделяем с другими животными. Мы рождаемся готовыми воспринимать окружающий мир, узнавать предметы, направлять внимание, избегать потери и бояться пауков. Другие действия разума становятся быстрыми и автоматическими после долгой тренировки. Некоторые навыки, вроде умения находить хорошие ходы в шахматах, приобретают только специалисты-эксперты. Другие умения достаются многим. Чтобы определить сходство описания личности со стереотипом профессии, требуются широкие языковые и культурологические познания, имеющиеся у многих. Знания хранятся в памяти, и мы получаем к ним доступ без сознательного намерения и без усилий. Некоторые действия в этом списке абсолютно непроизвольны. Вы не можете удержаться от понимания простых предложений на родном языке или от того, чтобы обратить внимание на громкий неожиданный звук. Вы не запретите себе знать, что 2 плюс 2 — 4, или вспомнить Париж, если кто-то упоминает столицу Франции. Ряд действий, например, жевание, можно контролировать, но обычно они выполняются на автопилоте. Контроль за вниманием осуществляют обе системы. Ориентирование на громкий звук обычно происходит непроизвольно, при помощи системы 1, а затем немедленно и целенаправленно мобилизуется внимание системы 2. Возможно, вы сдержитесь и не обернетесь, услышав громкое обидное замечание на шумной вечеринке, но даже если ваша голова не шелохнется, вы все равно обратите на него внимание, хотя бы ненадолго. Впрочем, от нежеланного объекта внимание можно отвлечь, и лучший способ сосредоточиться на другой цели. У разнообразных функций системы 2 есть одна общая черта. Все они требуют внимания и прерываются, когда внимание переключают. Например, с помощью системы 2 можно исполнить следующее. 3. Готовиться к сигналу старта в забеге. 4. Услышать в переполненной шумной комнате голос нужного человека. 5. Заметить в толпе единственную седую женщину. 6. Идентифицировать удививший звук, порывшись в памяти. 7. Следить за уместностью собственного поведения в определенной социальной ситуации. 8. Сосчитать количество букв «А» в тексте. 9. Продиктовать собеседнику по памяти номер телефона. 10. Припарковаться там, где мало места, если только вы не профессиональный парковщик, который может сделать это на автомате. 11. Сравнить две стиральные машины по цене и функциям. 12. Заполнить налоговую декларацию. 13. Проверить состоятельность сложных логических аргументов. 14. Во всех этих ситуациях необходимо быть внимательными, а если вы не готовы или отвлекаетесь, то справитесь хуже или не справитесь совсем. 15. Система 2 может изменить работу системы 1, перепрограммировав обычные автоматические функции внимания и памяти. 15. Ожидая родственника на переполненном людьми железнодорожном вокзале, можно настроиться на то, чтобы искать седовласую женщину или бородатого мужчину и таким образом увеличить шансы увидеть ее или его издали. 16. Можно напрячь память, чтобы вспомнить название столиц, начинающиеся с буквы N, или романы французских писателей-экзистенциалистов. 16. Когда вы берете на прокат автомобиль в лондонском аэропорту Heathrow, вам наверняка напомнят, что у нас ездят по левой стороне. 17. Во всех этих случаях вас просят сделать что-то непривычное, и вы обнаружите, что для этого требуются постоянные усилия. 17. Мы часто пользуемся формулировкой «будь внимательнее», и она вполне справедлива. 18. У нас имеется ограниченный объем внимания, который можно распределить на различные действия, и если выйти за пределы имеющегося, то ничего не получится. 19. Особенность таких занятий в том, что они мешают друг другу, и именно поэтому трудно или даже невозможно выполнять сразу несколько. 19. Можно делать несколько дел сразу, но только если они легкие и не слишком требуют внимания. 20. Вероятно, можно разговаривать с сидящим рядом, если вы ведете машину по пустому шоссе, а многие родители обнаруживают, пусть даже с некоторой долей неловкости, что могут читать ребенку сказку, думая о чем-то другом. 21. Все более или менее осознают ограниченные возможности внимания, а наше поведение в обществе учитывает эти ограничения. 22. К примеру, если водитель машины обгоняет грузовик на узкой дороге, взрослые пассажиры вполне разумно умолкают. 23. Им известно, что отвлекать водителя не стоит. 24. Вдобавок они подозревают, что он временно оглох и не услышит их слова. 24. Сосредоточившись на чем-либо, люди, по сути, слепнут, не замечая того, что обычно привлекает внимание. 25. Нагляднее всего это продемонстрировали Кристофер Шабри и Дэниел Саймонс в книге «Невидимая горилла». 26. Они сняли короткометражный фильм о баскетбольном матче, где команды выступают в белых и черных футболках. 26. Зрителей просят посчитать количество передач, которые сделают игроки в белых футболках, не обращая внимания на игроков в черном. 27. Это трудная задача, требующая полного внимания. 27. Примерно в середине ролика в кадре появляется женщина в костюме гориллы, которая пересекает площадку, стучит себя по груди и уходит. 28. Она находится в кадре в течение девяти секунд. 29. Ролик видели тысячи людей, но примерно половина из них не заметила ничего необычного. 29. Слепота наступает из-за задания на подсчет, особенно из-за указаний не обращать внимания на одну из команд. 30. Зрители, не получившие этого задания, гориллу не пропустят. 30. Видите ориентироваться, автоматические функции системы 1, но они выполняются, только если на соответствующие внешние раздражители отведен некоторый объем внимания. 31. Зрители, не заметившие гориллу, поначалу уверены, что ее не было. 31. Они не в состоянии представить, что пропустили такое событие. 31. Эксперимент с гориллой иллюстрирует два важных факта. 32. Мы можем быть слепы к очевидному. 33. И более того, не замечаем собственной слепоты. 33. Краткое содержание. Взаимодействие двух систем — сквозная тема этой книги, так что стоит вкратце изложить ее содержание. 33. Итак, пока мы бодрствуем, работают обе системы. Система 1 и система 2. 34. Система 1 работает автоматически, а система 2 находится в комфортном режиме минимальных усилий, иначе говоря, задействована лишь малая часть ее возможностей. 35. Система 1 постоянно генерирует для системы 2 впечатления, предчувствия, намерения и чувства. 36. Когда все проходит гладко, а так случается почти всегда, система 2 принимает предложение системы 1 совсем или почти без изменений. 36. Как правило, вы верите своим впечатлениям и действуете согласно своим желаниям, и обычно это вполне приемлемо. 37. Когда система 1 сталкивается с трудностями, она обращается к системе 2 для решения текущей проблемы с помощью более подробной и целенаправленной обработки. 37. Система 2 мобилизует при возникновении вопроса, на который у системы 1 нет ответа. 38. Система 2 приходит в действие, когда обнаруживаются события, нарушающие модель окружающего мира в представлении системы 1. 39. В ее мире лампочки не подпрыгивают, кошки не лают, а гориллы не ходят по баскетбольным площадкам. 39. Эксперимент с гориллой показывает, что для обнаружения неожиданных раздражителей требуется внимание. 40. Удивление или неожиданность задействуют и направляют ваше внимание. 41. Вы пристально вглядываетесь и пытаетесь найти в памяти объяснение удивительному событию. 41. Система 2 отвечает за постоянный контроль вашего поведения. 42. Благодаря ему вы способны оставаться вежливым в ярости и внимательным, когда ведете машину ночью. 42. Система 2 мобилизуется, если обнаруживает, что вы вот-вот совершите ошибку. 43. Вспомните, как вы едва не выпалили что-то оскорбительное и как трудно вам было взять себя в руки. 44. В общем, основная часть того, что вы, ваша система 2, думаете и делаете, порождается системой 1, но в случае трудностей система 2 перехватывает управление, и обычно последнее слово остается за ней. 44. Разделение труда между системой 1 и системой 2 очень эффективно. 45. Оно дает наилучшую производительность при минимуме усилий. 45. Большую часть времени все работает хорошо, потому что система 1, как правило, отлично выполняет свои функции, формирует точные модели ситуации и краткосрочные прогнозы, а также быстро и чаще всего уместно реагирует на возникающие задачи. 46. Однако у системы 1 есть и свои искажения, систематические ошибки, которые она склонна совершать в определенных обстоятельствах. 47. Временами она отвечает не на заданные, а на более легкие вопросы и плохо разбирается в логике и статистике. 48. Еще одно ограничение системы 1 состоит в том, что ее нельзя отключить. 49. Увидев на экране слово на знакомом языке, вы его прочитаете, если только ваше внимание не поглощено полностью чем-то другим. 49. Конфликт Конфликт между автоматической реакцией и намерением ее контролировать встречается в наших жизнях сплошь и рядом. 50. Всем известно, как трудно не глазеть на странно одетую пару в ресторане или концентрировать внимание на скучной книге, когда вдруг оказывается, что мы постоянно возвращаемся к тому месту, с которого текст превратился в бессмыслицу. 51. Там, где зимы суровы, множество водителей помнят, как их заносило на льду и каких усилий им стоило следовать вбитым в голову инструкциям, противоречащим естественной реакции. 52. Руль в сторону заноса и не трогай тормоза. 53. Любому приходилось сдерживаться, чтобы не послать кого-то к черту. 53. Одна из задач системы 2 — преодолевать импульсы системы 1. 54. Иначе говоря, система 2 отвечает за самоконтроль. 54. Иллюзии. 55. Представьте две горизонтальные линии совершенно одинаковой длины, к которым пририсованы стрелки, направленные в разные стороны. 55. Линия, у которой концы стрелок направлены внутрь, а стриё наружу, кажется явно короче той, у которой стрелки пририсованы остриём внутрь. 56. Это знаменитая иллюзия Мюллера-Лайера. 56. Измерив линии, вы, ваша система 2, то сознательное существо, которое вы называете «я», обрели новое убеждение. 57. Вы знаете, что линии одной длины, но всё равно видите, что одна линия короче другой. 58. Вы верите системе 2, но не можете приказать системе 1 видеть линии одинаковыми, хотя и знаете, что так оно и есть. 58. Единственное, что можно сделать, чтобы противостоять иллюзии, научиться не доверять своим впечатлениям. 59. Если это вам удастся, иллюзия Мюллера-Лайера вас никогда не обманет, хотя вам всё равно будет казаться, что одна линия длиннее другой. 59. Не все иллюзии визуальны. 60. Существуют так называемые когнитивные иллюзии. 60. В аспирантуре я прослушал курс по техникам психотерапии. 61. На одной из лекций преподаватель поделился с нами советом из клинического опыта. 61. Вам может попасться пациент, который поведает вам душераздирающую историю об ошибках, допущенных в его лечении. 62. Расскажет, что обращался к нескольким специалистам, однако ни один не смог ему помочь. 63. Пациент весьма доходчиво опишет, как его не поняли предыдущие терапевты. 63. Затем он заявит о своём искреннем убеждении, что вы не такой. 64. Вы почувствуете то же самое. 64. Придёте к убеждению, что понимаете его и знаете, как ему помочь. 64. Здесь мой преподаватель набрал в грудь побольше воздуха и громко заявил. 65. Даже не думайте за него, братца. Выгоните его из кабинета. 66. Вероятнее всего, он психопат, и вы ему не поможете. 66. Много лет спустя я узнал, что преподаватель предостерегал нас от психопатического обаяния, и ведущие специалисты в области психопатии подтвердили, что совет был правильный. 67. Ситуация аналогична иллюзии Мюллера-Лайера. 67. Нам не говорили, что мы должны чувствовать по отношению к этому пациенту. 67. Наш преподаватель принял как данность то, что мы не сможем контролировать возникающее сочувствие к пациенту. 68. Оно будет порождено системой 1. 69. Более того, нам не говорили, что следует опасаться своих чувств в отношении пациентов. 69. Нам сказали, что сильная симпатия к пациенту с долгой историей неудачного лечения — признак опасного заблуждения, как стрелки, пририсованные к параллельным линиям. 69. Это когнитивная иллюзия, а меня, систему 2, научили ее узнавать и посоветовали ей не верить и не руководствоваться ею. 69. Чаще всего спрашивают, можно ли преодолеть когнитивные иллюзии. 70. Приведенные примеры ничего положительного в этом смысле не обещают. 71. Поскольку система 1 работает автоматически и не может быть отключена по желанию, 72. Ошибки интуитивного мышления трудно предотвратить. 72. Предубеждения не всегда можно избежать, поскольку система 2 может попросту не знать об ошибке. 72. И даже если есть подсказки, избежать ошибок можно только в том случае, если система 2 будет дополнительно следить за этим и прилагать усилия сверхобычного. 73. Однако жить всю жизнь на стороже не очень хорошо и уж точно непрактично. 74. Постоянно сомневаться в собственных мыслях чрезвычайно утомительно. 74. А система 2, в силу своей медлительности и неэффективности, не сможет заменить систему 1 при принятии повседневных решений. 75. Лучше всего пойти на компромисс, научиться распознавать ситуации, в которых возможны ошибки, и изо всех сил стараться избегать серьезных ошибок, если ставки высоки. 76. Эта книга построена на допущении, что чужие ошибки легче узнать, чем свои. 76. Полезные выдумки. 77. Вам предложили думать о двух системах, как о двух субъектах, действующих внутри разума, у каждого из которых есть своя индивидуальность, способности и недостатки. Я буду часто говорить фразы, в которых системы выступают субъектами. Например, система 2 решает примеры на умножение. 77. Система 1 и система 2 играют такую важную роль в истории, которую я рассказываю в этой книге, что я просто обязан еще раз подчеркнуть. Они — выдуманные персонажи. Это не системы в обычном смысле данного слова, не сущности со взаимодействующими частями или свойствами. Ни одна из них не обитает в определенной части мозга. Вы спросите, зачем в серьезной книге нужны выдуманные персонажи с неблагозвучными именами? Дело в том, что они полезны из-за некоторых особенностей наших с вами разумов. Предложение, описывающее действия субъекта, например, системы 2, легче понять, чем то, которое описывает сущность или свойство чего-либо. Другими словами, лучше, когда у предложения подлежащие система 2, а не вычисления в уме. Зачем было называть их система 1 и система 2, а не более описательно, например, автоматическая система и произвольная система? Причина проста. Система 1 звучит короче, чем автоматическая система, а значит, занимает меньше места в оперативной памяти. Это важно, поскольку все, что занимает место в оперативной памяти, уменьшает способность думать. Считайте систему 1 и систему 2 именами, вроде Боба и Джо, принадлежащими персонажам, с которыми вы познакомитесь по ходу этой книги. С выдуманными системами мне легче думать о суждениях и выборе, а вам легче понимать, что я говорю. Субтитры создавал DimaTorzok